Всякий раз, когда я начинал приводить свои доводы, Дэвид указывал на слабые места в моих рассуждениях. Это стало еще очевиднее, когда Набиль сравнил Библию с Кораном и внимательно рассмотрел учения Мухаммеда. Мне стало ясно, почему могут быть настолько жестокие люди, практикующие ислам. Все дело в первоначальном учении Мухаммеда. В традициях ислама есть очень, очень жестокие учения. Итак, я пытаюсь защитить ислам перед лицом друга христианина. Я пытаюсь объяснить ему, что ислам мирный, что у женщин равные права. Все то, во что я так верю, я должен доказывать. И я терплю жалкое поражение, просто потому что не нахожу доказательств. Набиль понял, что единственным логическим выводом может быть признание Иисуса Сыном Божьим. Но признать это значит пойти против всего, во что он когда-то верил. Самое страшное богохульство в исламе – поклонение кому бы то ни было, кроме Аллаха. Если есть...